Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Сегодня с вами разговариваем про молодые посадки винограда. И у нас два вопроса. Первое. Молодые саженцы винограда плохо растут. Что делать? Второе. Саженцы буквально недавно проснулись. Они не вызрют. Тоже что делать? Вроде бы такие темы противоположны, но на самом деле они довольно плотно связаны между собой. Поэтому мы обсуждаем это все в одном ролике. И начинаем с плохого роста. Да, плохой рост молодых посадок в этом году имеет место быть. Причем не важно, какие это были саженцы. Это наблюдается и у нас. И по комментариям это наблюдается у многих из вас. К сожалению, так сложились условия. Но смотрите, сейчас на дворе начало августа. И что-то специально делать уже не нужно. Потому что растениям надо постепенно готовиться к зимовке. А какие могли быть причины плохого роста? Ну, вообще, скорее всего, да, это вот так сложились условия. Погодные условия. У нас стояла, например, очень сухая погода. И несмотря на наши поливы, все равно саженцы росли крайне плохо. Вот это куст уже большой. И смотрите, что у него с листом. Страшный лист, правда? Вот на другом побеге показываю. Если посмотреть книжки, учебники, то у нас два варианта. Первый – это болезнь, короткоузлия. Второй – недостаток цинка. Ну, смотрите, мы ничего не делали. А в небесной канцелярии включили дождь. Кустик стал расти. И смотрим, верхние листья, они абсолютно нормальные. Вот эти, я наблюдала за этим кустом, они даже вот, 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 на таком размере, на такой стадии развития, они были уже вот такие кривые и поврежденные. Вот, смотрите, вот другой побежек, да, видно, что новый листик, он отрастает абсолютно нормальным. Вот здесь тоже, видите, все, пошли, уже даже довольно большой лист нарос, такой вот, довольно крупный. И с ним все хорошо. Всего лишь вот надо было дать воду. Даже наши поливы оказались недостаточны. Все, дождик прошел. Факторы сложились, и пошел активный рост. То есть даже вот ваши эти, которые стояли на месте, молодые посадки, сейчас ничего не делали. Вот пошли дожди, тепло, и они могут сейчас активно пойти в рост. Поэтому ничего делать не нужно. В данном случае сильный рост – это хуже, чем рост слабый. Ну, уже как сложится, так сложится. В данном случае наша задача не мешать. Стоит растение на месте, все, пусть стоит. Значит, ему так надо. А с другой стороны, если сложатся погодные условия так, что он активно пойдет в рост, значит, ему тоже так надо. Все, ну, как есть, так есть. Будем думать, как ему помочь вызрить лозу. Все, больше нам вмешиваться не нужно. Ну, а с другой стороны, вот это опасение, что саженцы поздно проснулись, только сейчас они пошли в рост, они не успеют вызрить. Подождите, вот давайте посмотрим на календарь. Начало августа. Как минимум у нас еще месяц. Ну, как минимум. А на самом деле может быть и два, и гораздо больше. И сейчас уже делать какие-то выводы, вот, не спешите делать выводы. Цыплят считают по осени. У нас уже пришел мороз, нам уже синоптики его обещают. Нет. Так чего мы суетимся раньше времени? Вообще, интересно, вот с опытом мы заметили, что виноград такое интересное растение, он много чего компенсирует. Вот смотрите, вот этот кустик, да, он проснулся, ну, в нормальное время, да, там, в мае. А вот этот проснулся недели две назад. Ну, и не сказать, чтобы они сильно отличались. Ну, честно. Ну, есть, конечно, небольшие отличия, но не глобальные. То есть, понимаете, вот этот он, он там долго запрягал, да, сейчас быстро поедет. И вполне вероятно, что он догонит нормально, и все у него вызрит. Мы в своей практике сталкивались с этим, и не раз бывало, что вот в середине июля что-то проснется, отрастит хороший большой побег, он нормально вызревает, там, по метру, по полтора, и на следующий год мы получаем с него урожай. Это практика, это опыт. Конечно, я вам не гарантирую, что у вас будет так. Но бить тревогу раньше времени тоже не нужно. При этом, смотрите, у нас еще время позволяет что-то сделать. Не сидеть, ждать и плакать, что вот все, оно не вызрит. Мы можем помочь этому самому вызреванию. Теперь смотрите, что делать, да, касательно слабого роста. Я вам говорила, что уже не надо ничего делать. Касательно вызревания. Калия мы можем подкормить? Можем. В чем проблема? И смотрите, какой нюанс. Если сухая погода стоит, совсем сухая, то можно калий дать подкормим малышам. Примерно столовой ложкой, там, 15-20 грамм на 10 литров. Полили и водички чуть-чуть дадим, да, убьем двух зайцев. Чуть-чуть поможем кустику. И дадим нужный ему минерал для того, чтобы лоза зрела. Дальше мы уже не поливаем. Пусть мучается, пусть страдает. Это будет способствовать вызреванию лозы. Потому что влага вызревание лозы задерживает. Если у нас сильно влажно, калием работаем по листу. И здесь можно идти по нарастающей. То есть начинаем с 30 грамм на 10 литров. Потом каждую неделю увеличиваем. Но мы ведь можем это сделать? Можем. Дальше вот так мы боимся сентябрьских морозов. А если они не придут? Ну вот нам уже их обещали. Напомню еще раз. Сейчас начало августа. Как минимум месяц. А на самом деле гораздо и больше. Вот по своей, по моей памяти, да, мне 40 лет сознательных. Ну вот так вот. Возьмем 30. Вот это первый раз такое было. И то не везде. И, простите, они же не пришли и остались, да. А пришел мороз на 1-2 дня. Скажите, можно сверху кустик прикрыть, чем? Можно ему создать тепличку? Ну это же просто. Да бутылку поставили 5-литровую обрезанную, да, если небольшую. Душки со спонбондом. Это сложно. Да это элементарно. Все. И вы дадите дополнительное тепло, да. Вы не дадите ему смерзнуть. И у него прекрасно есть еще куча. Просто огромная куча времени для того, чтобы вызреть. Даже на самый-самый крайний случай, если мы уже понимаем, что все, мы ничего не сделаем, вот тут совсем лоза не зреет, и уже идут морозы такие, не разовая акция, да, а вот совсем морозы, мы можем выкопать бедро и в подвал. Но это крайний случай. На самом деле, опять же, вот в первый год нам достаточно двух почек всего лишь, чтобы вызрело. Всего лишь. И времени для этого более чем достаточно. Повторю еще раз, что самая-самая крайняя мера – это выкапываться. Если у нас хоть чуть-чуть там вызрело, то никакой проблемы нету. Все, этот кустик перезимует. И более того, очень много чего в наших руках. И времени у нас еще более чем достаточно. Весь август, весь сентябрь, а на самом деле, может быть, и весь октябрь. И если мы понимаем, что вот в сентябре даже просто пришла уже прохладная погода, и кустик не добрал своего тепла, повторю еще раз, бутылку, спонбонд, какую-то тепличку создать – это реально. Причем, понимаете, проблема, вот реально, проблема может быть со взрослым кустом. Вот если там совсем не зреет лоза, а надвигаются заморозки. И то, когда это один-два куста, тоже их можно спустить лозы, их можно укрыть, их можно как-то защитить и можно им помочь. Касательно малышей, это вообще не проблема, и выеденного яйца не стоит. Поэтому все в наших руках. Да, мы можем сидеть вот так вот сложа ручки и говорить, ай-яй-яй, у нас все плохо, у нас еще ничего не плохо. У нас еще ни сентябрь, ни морозы, ни зима. И много чего мы можем сделать. Ну, только это надо взять и сделать. И я уверена, что большинству из вас не придется вообще ничего выкапывать. Ну, чуть-чуть надо, чуть-чуть постараться. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку «Еще». Ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. И до новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует...